Такаут молодые, с вами Вова Apple Hightech, как дела, как настроение? Скучали? Подыскиваешь себе новую мобилу или просто интересно как там дела у iPhone 7 в 2019-2020 году? Сейчас мы подробно обсудим данный вопрос, но а если ты на моем канале впервые, то здесь мы говорим об айфонах, iOS и мобильных технологиях. Чтобы просмотр этого видео шел как по маслу, обязательно влепи огромнейшего лося и напиши в комментариях, что iPhone топ за свои деньги. Стоит ли покупать iPhone 7 в 2019-2020 году? Ярый фанат андроида будет орать во весь голос и захлебываться собственной слюной, доказывая, что iPhone 7 в 2019 это полное фуфло и за эти деньги можно купить наитопивейший, самый лучший Xiaomi, который будет удовлетворять все его потребности. Обладатели же iPhone 7 будут искренне утверждать, что это лучший телефон, что это апогей инженерной мысли и кто же все-таки прав. Объективно на этот вопрос никто не ответит, поэтому если вы досмотрите это видео до конца, то вы сами сможете ответить на этот вопрос. Ну а если будет большое желание, также напишите свой ответ в комментариях. Начнем с того, что я придерживаюсь очень простой, но достаточно справедливой теории. Пока Apple выкатывает обновления для iPhone, то есть новые прошивки iOS, это значит, что компания осознает, что телефон еще может нормально на них фуручить, а значит и то, что iPhone не устарел, то что он все еще актуален. iPhone 7 успешно получил iOS 13 вместе с огромным арсеналом крутых фишек и я честно могу сказать, что на данной прошивке он работает очень-очень хорошо. В данный момент времени на моем iPhone 7 стоит iOS 13.1 Beta 1 и учитывая, что это бета-версия и не учитывая, что это бета-версия, у меня нет никаких претензий к данной прошивке, но у меня есть претензии к сторонним разработчикам, которые не оптимизировали свои приложения для работы на iOS 13. Проведем простой эксперимент. Полностью очищаем многозадачность и открываем настройки. Кайф, да? Открываем камеру, также неплохо. И теперь открываем ВКонтакте. Да ё-моё, серьёзно, почему так долго? Это касается не всех сторонних приложений, но всё же они есть. Вот та же инста открывается намного лучше ВК. В остальном система работает плавно, уведомления к нам красиво выезжают, 3D Touch, который отныне просто длительное нажатие, тоже плавненький. Не знаю, кто листает туда-сюда экран телефона, разве что только в стрессовой ситуации, но хочу заверить стресса от провала кадров в анимации не будет. Мой любимый Touch 1, ну что тут и говорить, вы сами всё прекрасно видите. Возвращаясь к камере, хочу заметить, что камера это, наверное, ключевая фишка любого телефона, неважно айфон, не айфон, и в айфон 7 основная камера вполне сносно справляется как с фотографиями, так и с видео. Но только при хорошем освещении. Ребят, как бы я не хотел хвалить айфон 7, какой бы он не был замечательный, камера в вечернее время – это просто боль. Вечером лучше просто не фотографировать или искать нормальные источники света. Что касается селфи камеры, то она самая обычная, опять же, в дневном освещении при свете, всё более-менее окей, но вечером это просто жуть. Если вы не против, я займу пару десятков секунд вашего времени и покажу фотографии и видео, которые я делал на свой айфон 7, и вы как раз-таки сможете сделать вывод от данной камеры, если никогда не видели, как она снимает. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, с камерой разобрались. То, что система работает нормалёк, и любая соцсеточка тоже работает нормалёк – разобрались. Что же касается чего-то попроизводительнее? Опять же, давайте протестим. Честно, давно не играю на айфон, да и в принципе на том же ПК редко играю, но для теста скачал Asphalt 9. Достаточно сочная графика, и что мы видим? Да вроде бы всё достойно. Будь мне 10 лет, я бы вообще пребывал в восторге. Короче говоря, под Apple Arcade мобила сойдёт. Для любителей синтетики прогнал айфон в Antutu? Хороши ли эти баллы или нет – решать только вам. Я на них особо не зацикливаюсь. По сути, покупая айфон 7, вы забудете о покупке нового телефона на ближайшие 2 года. Я больше чем уверен, что новоиспечённое iOS 14 придёт на айфон 7 и будет работать на нём вполне сносно. Если вы в это не верите, то как минимум сезон 2019-2020 этот телефон проживёт без проблем. Что касается дизайна, то кто-то говорит, что у айфон 7 жирные рамки и как-то уже скучноватый внешний вид. Господа, это просто классика. Кто хочет безрамочность – флаг в руки. Разоряйтесь на десятку или что повыше. Мы же с вами говорим об условно-бюджетном айфон. Этот телефон спокойно можно купить, если вы не располагаете большим бюджетом, но хотите айфон. Если вам нужен телефон для ребёнка или вам нужен второй телефон – всё зависит только от вас. Ещё бонус фичи айфон 7 – это его наушники. Звучат на любителя шумодав нулевой, но как оказалось, они очень хорошо переносят стирки. Недавно случайно постирал в своих карманах джинс. Думал им трындец, но как оказалось позже, они мало того, что стали идеально чисты, так ещё и не потеряли в звучании. Из минусов айфон 7 я могу пока что выделить только батарею. Тут действительно как-то всё не очень хорошо. На целый день размеренного использования 100% не хватит. Мой айфон с июля 2017-го потерял 20% от ёмкости, но по ощущениям все 50. Это, к слову, на заметку тем, кто собрался брать айфон с рук. Помимо отвязки от iCloud следует проверить и состояние батареи. Конечно, я думаю, вы поняли мой месседж по поводу данного телефона. Что же о нём думаете вы? Обязательно черканите в комментариях, потому что люди любят читать и слушать мнения других людей. Если вы всё напишите по существу, с чувством, с толком, с расстановкой, то обязательно кому-то поможете. Конечно же самые интересные и креативные комментарии я пролайкаю. Также напоминаю про лося под мой ролик. Увидимся в новых видео. Пока-пока!